Если говорить о Евросоюзе и его перспективах, ближайших или дальнейших перспективах, я могу поделиться своими личными наблюдениями. Наши гастроли по странам Европы начались еще в 90-е годы. С середины 90-х мы начали активно ездить туда, гастролировать. И, конечно, уровень жизни тех же самых немцев, французов или голландцев был неспостоимо выше, и жизнь была комфортнее, чем, например, сейчас, в 2014 году. И во многом сами жители этих стран связывают с тем, что сейчас к Евросоюзу присоединилось огромное количество стран и территорий, которые слишком неравноценно, неравнозначны с этими развитыми странами. Потому что первые такие объединения, Бенилюкс, потом Евросоюз в его первоначальных рамках, это были, знаете, такие более или менее равнозначные по своему экономическому и социальному уровню страны, то есть благополучные европейские страны. То есть, конечно, это благополучие относительно, но, тем не менее, это какие-то... Понимаете, когда, значит, ну, как бы вот, будь то любые... Ну, как жидкости, знаете, в сосудах вот, да, вот, они начинают уравновешиваться, да, то есть там, где было больше, она перетекает в сосуд, где было меньше. Это то же самое, как, например, бедный с богатым начинают, условно говоря, там, в каких-то отношениях, да, то есть каждый должен подстраиваться под уровень другого. И самое главное, вот здесь самое ужасное, что человеку с низким достатком, ну, условно назовем, бедному, да, ему комфортно достаточно живется в... Потому что он привык экономить, понимаете? Он привык не шиковать там, да, не ходить в шикарные рестораны, одевать себе, ну, выбирать себе одежду там, магазины где-то попроще, а может быть, даже там в секонд-хенде. И его это устраивает. И вдруг его приглашают там куда-то на бал, там, либо на какую-то тусовку, да, на, не знаю, на рублевку надо съездить, да, и, соответственно, надо быть к этому, соответствовать. Понимаете? Поэтому, когда, тем более, когда речь идет о странах, где люди не привыкли жить на широкую ногу, я имею в виду вообще в целом, да, вот население страны, восточноевропейские страны, я в первую очередь имею в виду, то это очень большой удар, например, когда житель Венгрии не может покупать свой горошек, который он производит, или сахар по той цене, по которой он привык его покупать десятилетиями. Ему говорят, нет, у нас есть среднеевропейская страна, и поэтому, значит, во-первых, здесь должен продаваться горошек не только венгерский, а также испанский и голландский, потому что таковы условия присоединения к Евросоюзу, значит, должны быть, ну, накладываются определенные ограничения на, в частности, торговлю товарами, да, вот однородными, значит, должны быть представлены товары из разных стран, и, соответственно, цена на них, то есть нужно покупать по европейской цене, то это горошек, который я покупал там в три раза дешевле, к примеру. С другой стороны, вот в той же самой Германии, например, то, что я сейчас наблюдаю там в этом году, в прошлом году, ну, к примеру, полчища цыган, румынских и болгарских, которые путешествуют по городам и весям, и, конечно, немцы, которые живут, знаете, ну, большинство жителей там Германии, Европы, они живут, ну, достаточно большая часть живет в таких вот домиках, в которых нет не то, что там забора там или калитки, да, то есть какие-то кустики посажены, и огромная такая дверь вот, которая иногда даже зачастую не закрыта, понимаете, в эту дверь сейчас вот может постучаться или войти без разрешения кто угодно, они к этому не привыкли, они просто к этому не готовы, вот. А если еще учесть то, что крупнейшие там гиганты, как и автопроизводители, так и производители электроники, там, какой-то бытовой там техники, они просто перевезли конвейеры, кто в Венгрию, кто там в Чехию, кто еще куда-то, и, соответственно, огромное количество европейцев западных, она просто лишилась работы, вот. Вот. И, конечно, этот союз, он вызывает очень много вопросов, и, мне кажется, либо он должен быть пересмотрен, либо его ждет большая беда, скажем так. Но, я еще хотел сказать, есть такое наблюдение, и вот хотелось бы предостеречь на самом деле, сейчас, знаете, вот такая волна пытается, ну, короче говоря, это просто, понимаете, вот то, что сейчас, например, происходит на Украине, да, или в Украине, там, как было принято говорить. Значит, пытается вот задурить людям голову с тем, что мы давайте сейчас вступим в Евросоюз и заживем, дескать, как люди, заживем, как европейцы. Понимаете, ну, нельзя так обманывать, да, потому что, своих граждан, я имею в виду, потому что это полнейшая дезинформация. Звучается она в том, что больше всего пострадали, например, из-за присоединения к Евросоюзу именно страны, вот эти вот последние волны, то есть именно восточные страны. То есть, что сейчас, например, происходит в Прибалтике? То есть, оттуда уехало больше половины жителей из многих городов, я не беру сейчас столичные города, в которых тоже количество жителей уменьшилось, но не так катастрофически, как, например, из небольших городков и, условно говоря, каких-то там сел, потому что просто не осталось, это пустые улицы, на которых не видно машин и не видно прохожих. То есть, опустили кафе, опустили рестораны, это реально, я просто видел это своими глазами. Это сейчас происходит. То есть, сейчас нет границ, нет никаких препятствий для передвижения, люди просто уезжают. Уезжают туда, где больше работы, где есть возможность реализовать свои какие-то возможности и потребности. И я боюсь, что это ждет и те страны, которые будут присоединяться, в том числе и Украину. Мне кажется, что каждая страна должна пытаться идти своим путем, сохраняя свою какую-то независимость, в том числе и экономическую.